вот у нас образовалась ss3 buy с трендом почему бы нам не найти 100 таких 200 таких комбинаций не протестировать и не создать внутри себя уверенность когда мы видим это в режиме реального времени если ты видишь три условия на графике нажимай buy вот твои стоп-лоссы вот твой take profit соверши 100 200 300 сделок и получи целый свод статистики по отработке по процентам по просадке и вы заметите еще дополнительные тенденции как можно брать еще больше профит каждый раз когда появляется в режиме реального времени барьер принятия решения становится гораздо ниже таким образом вы формируете веру в то что вы делаете nasdaq у нас потенциальная может быть покупка мы пробили уровень да или нет да абсолютно первые условия на вход в рынок затем я жду стрелочный сигнал против этого пробоя то есть на продажу и затем я жду пробоя максимума свечи со стрелкой то есть если сейчас на этой свече появится стрелочный насел следующая свеча или же в течение 10 следующих свеч я буду ждать пробоя закрытия выше максимум этой свечи если произойдет я войду в позицию это будет ss2 momentum buy когда мы не ждем коррекция прыгаем движение мы используем три основных методов торговли по тренду это отсутствие коррекции небольшая коррекция и коррекция стандартная 60 70 процентов поэтому если здесь будет стрелочный ждем пробоя стрелочного и входе бывает такое что рынок улетает от зоны допустим вот здесь уже цена кажется естественно мы не будем искать пробои стрелочных сигналов потому что мы ждем пробои стрелочных только вокруг уровней вот здесь прям напротив на уровне если рынок часу летит мы ждем коррекции процентов 20-30 и изменение цвета свечи ротации бара и входим сделку на покупку то есть еще раз какие бы сигналы вы не использовали эта информация должна быть видимо каждому на графике если рынок удалится то есть мы уйдем наверх вот сюда или даже выше мы будем ждать коррекцию уже к этой зоне и не покупать на моментумах потому что самые лучшие сигналы когда мы хотим прыгнуть в движение не дожидаясь коррекции появляются вот здесь возле ключевых уровней поддержки сопротивления мы используем автоматику для определения уровней здесь мы видим часовой уровень чуть ниже 15 минутный уровень 79 35 что коллеги мы продолжаем наблюдать за нашими позициями обратите внимание как одновременно до автоматика определила сразу два паттерна но нам интересен паттерн по индексу nasdaq если рынок пробьет закроется телом выше отметки 79 48 это потенциальный бай дальше с трендом рынок бычий мы пробили уровень протестировали уровень то есть эта вершина она на поддержке они у сопротивления следовательно мы ее не принимаем ждем белого бара входим на buy по индексу nasdaq эти уберем эту линию у нас есть потенциал это 79 74 поставим alert на 50 процентов этого диапазона если будет сигнал пока мы видим свечи черные вот свечи белые покупаем ss2 momentum buy покупаем nasdaq отлично я немножко подправил тейк профиты буквально на несколько пунктов возвращаемся с вами в эфир мы видим что nasdaq после входа на бай потихоньку подходит к нашим тейк профитам я немного передвинул дачу ранее тейк профиты потому что они должны быть в зоне нежели за пределами это не сильно влияет на общий перформанс это позволяет брать профиты в нужных местах поэтому ждем достижения тейк профита и будем дальше планировать наши позиции мы вернемся к индексу nasdaq где у нас зафиксирован первый тейк профит и цена продолжает пока что двигаться в направлении тренда то есть мы видим наш второй ордер без убытки первый тейк я закрыл чуть раньше до абсолютного экстрима потому что это максимум дня предыдущая daily зона и бороться за какие-то 2-3-4 пункта здесь нет никакого смысла но если рынок пробьет вот эти зоны посмотреть как у нас потенциал дальше по nasdaq 8020 да можно сказать что это абсолютные там перейти на 4 сказать что это самые там вверха кстати да это абсолютный хайп индексу nasdaq почему бы нет мы никогда не знаешь что сделать рынок но пока мы в позиции у нас есть шанс прыгнуть в это движение то есть участвовать в этом движении мы продолжаем генерировать прибыль по сигналу ротация бара вошли вот здесь первая цель здесь мы взяли первый таргет и вторая цель уже равна первой и даже немного превосходит ее наши ордера потихонечку двигаются подтягиваются посмотрим что здесь будет мы уже залокировались по максимуму да обратите внимание 20 25 26 тиков даже превысили первый take profit если вдруг рынок обострится то вот эта зона 820 зона фиксации прибыли может туда-то и поставить я открыл еще одну позицию на buy здесь после изменения цвета свечи мы видим рынок застрял уже на целых 10-15 минут протестировали tick tick 8000 ровно до наших целей еще достаточно далеко на наша позиция уже в микро профите поэтому можем смело оставить нашу сделку и дальше позиции будет управлять автоматика напоминаю мы покупали здесь первый take здесь вторую часть закрыли здесь по трейлингу потом зашли снова здесь и взяли здесь посмотрите мы поучаствовали во всех движениях чудовищным моментом потрясающие сигналы это идеальные сигналы если вы участник нашего сообщества то еще раз зафиксируйте себе вот эти сигналы пробой уровня тест уровня ротация бара пробой уровня тест уровня ротация бара пришло время подвести быстрые итоги сегодняшней торговли но для начала несколько важных для вас рекомендаций чтобы торговля носила системный характер потому что самая большая проблема трейдеров это отсутствие постоянства разобранные сделки без алгоритма если он есть он какой-то сырой неустойчивый и так далее первое что вам необходимо это три-четыре условия на вход в рынок и по этим трем-четыре условиям отслеживать тенденции что это такое как это может выглядеть давайте возьмем на примере ротации бара только сделаем так чтобы каждый из вас это смог сделать первое условие которое вы можете поставить как ss1 сила сигнал номер один это пробой уровня вопрос что значит пробой уровня пробой уровня закрытия телом выше максимума определенной зоны определенной точки как мы строим эту зону или точку вы можете использовать индикаторы вы можете самостоятельно выработать алгоритм построения уровней со старших таймфреймов либо с текущего таймфрейма либо использовать зигзаг индикатор неважно но чтобы это было постоянно и сила сигнала номер один для вас будет пробой этого уровня сила сигнала номер два будет коррекция к этому уровню то есть что свойственно делать рынку какая тенденция после того как цена пробивает уровень возвращается к этому уровню как только рынок вернулся к этому уровню какое будет третье условие пробой откат и например более высокая цена закрытия можем ли мы каждый раз после пробоя уровня теста уровня отслеживать более высокие цены закрытия то есть первую более высокую цену закрытия по отношению к максимуму предыдущей свечи то есть закрылась ли вот эта свеча телом выше максимума этой да или нет сто процентов да здесь мы пробили уровень или нет сто процентов да цена откатила протестировал уровень да или нет сто процентов да вот у нас образовалась ss3 buy с трендом почему бы нам не найти 100 таких 200 таких комбинаций не протестировать и не создать внутри себя уверенность когда мы видим это в режиме реального времени возникает вопрос какие правила управления позиций могут быть мы используем две позиции когда открываем сделку для первой позиции мы ставим тейк один полтора для второй позиции мы используем следящий стоп лосс все стоп лоссы и тейк профиты по волатильности то есть по измеримому параметру мы можем отследить их закономерность их поведение и увеличивать либо уменьшать величину волатильности величину и и тяр тем самым подбирая оптимальные настройки сейчас у нас уже настроена так чтобы брать максимум движений либо если мы где-то выходим раньше перезаходить для этого существуют эти самые сигналы посмотрите на тенденцию пробой уровня коррекция к уровню белый бар пробой уровня коррекция к уровню белый бар это визуально продиктованной информации да то же самое как более высокая цена закрыть это визуально продиктованной информации то первое более высокая цена закрытия если ты видишь три условия на графике нажимай buy вот твои стоп лоссы вот твой take profit совершить 100 200 300 сделок и получи целый свод статистики по отработке по процентам по просадке и вы заметите еще дополнительные тенденции как можно брать еще больше профит потому что каждый раз когда один и тот же сигнал появляется на графике у него есть определенная тенденция то есть после его появления цена себя ведет определенным образом что происходит после ротации бара и теста уровня рынок вылетает чаще всего 60 70 процентах случаев если мы посмотрим на последнее тестирование риск-менеджмента в частности по индексу nasdaq это по золоту давайте по индексу nasdaq посмотрим что мы здесь видим вот у нас ротация бара первая позиция ротация бара вторая позиция четкие правила стоп лосса четкие правила тейк профита они одинаковые мы видим что вторая позиция превосходит по количеству пунктов все остальные сигналы вторая позиция ротации бар имею ввиду здесь же у нас комбинация стрелочного сигнала и уровня 1 2 ордер первая позиция вторая позиция здесь у нас моментум первая позиция вторая позиция но сейчас мы концентрируемся на сигнале ротации бара что мы еще здесь видим по nasdaq средний лост 10 средний профит 20 по второй позиции 29 средняя просадка 5 процентов если мы посмотрим на общий прирост по ротации бара мы увидим очень сглаженную картину посмотрите ротация бара сделала 600 пунктов 6000 пунктов если мы торгуем объем в один лот до 6000 долларов и это только в одну американскую сессию на минутном таймфрейме могут ли эти цифры что-нибудь нам говорить в частности 70 процентов прибыльных сделок что больше стрелочного сигнала и сигнала когда пробивается стрелочный абсолютно когда мы видим такую картинку десятки раз а если взять наши предыдущие тесты когда мы тестировали только один контракт без дополнительных контрактов то цифры там примерно такие же и каждый раз когда мы тестируем и проходим через эту последовательность событий каждый раз когда появляется в режиме реального времени барьер принятия решения становится гораздо ниже таким образом вы формируете веру в то что вы делаете часто трейдеры жалуются на то что эмоции 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 концентрируются на эмоциях доставьте эмоции в покой эмоции всегда будут их не нужно убирать их нужно заменить на последовательность потому что эмоции возникают из-за неопределенности а трейдинг это неопределенность мы всегда принимаем решение в условиях неопределенности у правого края графика не знаю что будет потом мы не знаем на сто процентов чтобы в каждой конкретной сделке отсюда появляется страх когда цена вдруг пошла в нашу сторону отсюда появляется страх упустить эту прибыль и мы пытаемся быстро срубить деньги что происходит мы вносим свое собственное мнение в торговлю и убиваем системность мы создаем паттерны поведения особенно если закрыл сделку тип тик цена обвалилась ты радуешься что нарушив правила ты не потерял деньги то все крутится вокруг того чтобы уйти от боли к удовольствию но не нужно пытаться бороться с этим нужно просто заменить на конкретные правила которые мы реально тестировали они которые мы думаем что они работают и каждый раз когда мы видим эту комбинацию на графике мы принимаем решение я своим трейдером закрытом чате постоянно говорю одно и то же и они знают на сто процентов что если я сказал пробой уровня следующий я скажу коррекция к уровню если появился белый бар то я нажму кнопку пробой уровня коррекция к уровню еще раз тенденции что свойственно делать рынку что свойственно делать рынку когда цена тестирует экстремальные зоны волатильности вот сегодняшний наш пример с вами что свойственно делать рынку чаще всего цена валится сегодня мы протестировали по nasdaq и по золоту протестировали вторую зону по волатильности здесь обвалились протестировали здесь выстрелили эта тенденция абсолютная мы это будем наблюдать 80 процентах случаев поэтому когда мы видим в режиме реального времени решение дается гораздо легче но какая последовательность событий просто уровне волатильности ничего не дают также есть сила сигнал номер один номер два номер три номер 4 здесь мы используем четыре условия ss4 где сила сигнал номер один уровни волатильности сила сигнала номер два горизонтальные уровни слева если мы посмотрим на график мы увидим их то есть эта информация каждый раз будет на графике можем отмотать на год назад и видеть те же самые сигналы те же самые стрелки те же самые паттерны те же самые ротации бар один в один то есть эта информация она постоянно присутствует на графике она повторяется и у нее есть тенденция то есть при появлении стрелочного сигнала на уровне что происходит чаще всего цена реагирует нам не нужно сто процентов случаев это не бывает но когда мы провели тесты мы видим что в 54 процентов случаев это приносит профит максимальный точнее средний минус 8 средний профит 22 отлично можем ли мы быть статистически прибыльны да все что нам нужно следовать этой статистике будут просадки будут ситуации когда все спрет это зависит от состояния рынка но когда мы знаем у нас есть мат ожидания всего этого то нет пространство нет места для эмоций потому что есть знание и уверенность в своей системе в своей стратегии в своем подходе в нашей стране все например а все Продолжение следует...